Вот есть какая-то система хранения По-моему, это у меня недельный пятый рейд Почему не шестой? Процессорная очередь не беспредельная Ну ладно, ладно Проще сделать рейд 5 плюс резерв Надёжность это не сильно получается на крафтах А по текущему быстродействию лучше У меня есть некая информация, которую я хочу зашатровать И записать на информацию Где и в какой момент времени мне выгоднее производить шифрован Ночью Ночью Ночью, потому что Делать наритул в процессе работы Я хочу, чтобы мне на этих дисках было не читаемое постороннее бракодамбу Я постоянно с ними работаю Написать на них постороннее бракодамбу Я с ними работаю Я с ними работаю Ну, написать я с ними работаю на кафе Честно Где будет передача, наверное? Где процесс передачи? На каком этапе? На каком этапе? На управляющем компьютере На записывании на тот, наверное При передаче на массив При передаче на массив Ну, потому что Сниму не приписывай Копия не зашифрованных файлов На первой части Здесь у нас тут зашифрованных Где-то по пути мы Призываем шифрование Потом и пишем Я правильно помню? Да Чем это хорошо? Делаем, чтобы в процессе передачи Никто не перехватит А, то есть мы сначала Призываем шифрование И здесь уже Призываем шифрованные данные Уносить, да? Какие еще варианты? Варианты уловны Отослать А там зашифровать Хорошо Передаем шифрованные данные А по пути А по пути А по пути Могут же переходить Могут 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 Частично До передачи Частично после Но лучше до Сравни Вряд В смысле Какие еще варианты? Вот смотрите фокус какой Если мы производим шифрование Как правило мы Вносим туда избыточную информацию Для того чтобы раскрыть Реальный размер данных Протягивает То есть Если мы будем шифровать здесь Нам придется По этому каналу Передать больше данных Что займет больше времени Соответственно меньше спроса А если там Вам взять данные Зашифровать Вот четко Под размер их Передать А там еще Хвостик сделать Шифрование Так Сначала Для передачи Просто перетасовать Витики с байтиками Передать И там уже дополнить Дополненный алгоритм Да? Ага В принципе На самом деле Примерно так и происходит Это зависит От длины Вот этой веревки От Управляющего компьютера До Массивной Если у нас веревка короткая Короткая И скоростная Мы вполне можем себе позволить Вдопулярно Если веревка длинная Скажем Это интернет То Передача Незащищенной информации Нам Плох Не Хорошо По всем Плох Правда Но Сильный алгоритм Шифрования Вот здесь Грузит и канал И процессор Здесь И процессор Здесь Потому что Мы здесь шифруем Мы здесь не можем Дошифровать Мы здесь сначала Это дело Расшифровываем А потом Заново По другому алгоритму Шифровываем 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 Поэтому Если у нас здесь Тяжелый алгоритм Сложный То Здесь будет Очень тяжело Системе заниматься шифрованием Поскольку Она получит Уполнительную Весьма серьезную нагрузку Вы видели Когда мы делали Пересматки По Крипту Что Скорость Шифровки Примерно Одна скорость Шифрования А Не могут Это чисто предположение Но Через Не логическим Но физическим Путем Добавить информацию Именно Все эти Пароли Найти Исходный Магнитный Код И просто Найти Он не существует Если мы работаем С файлом Размещенным Криптоконтейнер Например У меня там Почта То он не существует В шифрованном виде Он существует Только в оперативной памяти Компьютера Пока компьютер Кипит Стоит Компьютер Выключить И шифрованные данные Накодящиеся в оперативной памяти Исчезают А то она Оперативная память То есть надо сначала Зашифровать Потом вырубить компьютер А потом опять Нет Это происходит на YouTube Смотрите Вот у меня есть Шифрованный диск Там лежит Криптоконтейнер Вот у меня Программа Расшифровывает Выкладывает Операционную систему Так Как будто Эти данные Не зашифрованы Вот это вот Оперативная память компьютера Я работаю с этой программой У меня все хорошо То есть чтобы Просматривать Трускрипт Нужно обязательно Устанавливать Да Конечно Значит кто вам Это шифровый Не представляет Как только Я выключил Я только Зашифрованный Есть добавный момент Добавный момент При Обычном Засыпании Ну знаете Спящий Режим Трукрипт По умолчанию Не размонтируется Так что Если у вас Сперли компьютер Находящийся в спящем режиме С открытым Трукриптом Вы По парке Доступ Провод Поэтому Когда вы уходите От компьютера Вы Либо Выключаете При этом Контрейнер Размонтируется Либо Ручно Производите Размонтирование Контрейнера Если Контрейнер Стационар Никто здесь Не включает Совершенно Крадут Все Крадут Все Но Опять же Заметьте Если у вас Убрали спящий компьютер Стационарный Что с ним произойдет? Стационарный Я не выключен А что еще? Ну Его Выдернут его из сети Он выключится Сам с собой Все И противника Они Не И Выговорились А Стационарный Если Стационарный То есть Им нужна информация То есть Оператив Который Опять же Они при этом Поручат Вот это Обойти Стационарный Можно спокойно Ставить Ну, если никто не подойдет к нему и не пожарят. Если родители придут, то будут шарить. Вряд ли им нужна информация. Ну, что у вас там хранится? Возможно вариант. Опять же, зачем они пришли? Хорошо, если они пришли за материальную цену. А если за нематериальную? За душой на меня. За черем, за информацией, которая хранится в вашем стандартном родителе. Он у вас стоит включен. И он вкнули, и вам все показалось. Бараня судьба все такова. Не болтает и не расстроит на включенном компьютере. Да? Не запаролен. Но пока они еще будут пароль подбирать. А зачем? У вас уже введен пароль трубрипта. У вас уже введен пароль трубрипта. У вас все открыто. А вот, исходя из того, что я сейчас сказал. Какая еще может быть проблема в заботности? Где еще дарят? Каким образом содержимая оперативная память может оказаться доступным похитителем? Ну, соответственно, там скрытыми данными. Мы уже сказали, что он скачивается в пароль подкачек. Правильно. Пароль подкачек. Какие-то данные отсюда могут оказаться в пароль подкачек. Потом квалифицированный специалист смотрит и что-то там может быть. Вдруг или чем интересен? Он старается не выдавать в файл подкачке то, что может привести к взлому криптоконтейнера. Но стараться и суметь в системе Windows, где программа ничего не контролировать, две большие разницы. Хорошо, а что еще? Какой еще подсказывает большой файл в корневом каталоге дискоцентре? А много там всяких. Много там всяких. Большой файл в корневом каталоге. Файл в любом каталоге. Харнило. Ну, файл с подкачкой там. Про файл подкачку мы уже сказали. Ну, подсистема самая. Файл с системой. Файл с системой. Ростык или пульта. Кто-то у нас компьютер может посмотреть. Ну, может посмотреть. Не, 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 а хотя может и не спит. Честно скажу, не помню. Здесь стрижем. А, тут все скрыто. Ростык. Ладно, потом умрой. Ну, теперь умрой. О, показывает скрытый файл. Честно скажу, не помню. Здесь есть у меня. Как-то я. 5 может быть там не поставилось? может там скрывать решили? а защищенные системные файлы он системный который нам нужен итак что тут еще есть? сколько размер этих файлов? 824 4 мегабайты на мысли не наводит? значит он 0 на мысли не наводит размер а могут ли файлы показывать методразмеры? ну это можно добить он очень похож на файл подкачки потому что может где-то наши краски а противка? hide hide their food это файл гибернация системы а в него пишутся системы в него пишутся копии оперативной памяти а почему он сейчас присутствует? мы же не на гибернацию откроем а потому что система Windows резервирует таким образом место чтобы спокойно уйти в гибернацию в любом режиме поэтому когда мы выходим из режима гибернации поэтому когда мы выходим из режима гибернации тогда остается фокус заключается в том что если у вас монтирован грипп-контейнер и вы ушли в режим гибернации вы создали полную копию оперативной памяти а это дырки нельзя никак избежать с помощью трускрипта? это дырки избежать, к сожалению, нельзя нужно размонтировать том перед уходом гибернации тогда будет на диск отраженная информация а если двойной доступ допустим у вас пароль на 27 символов вы его ввели один раз и потом на всякие там моменты происходят а заключается, чтобы включить не 27 символов а какой-нибудь маленький пароль но относительно легкий но это же совершенно еще и дыра безопасности не, ну как-то уже не, ну нужно, чтобы был введен пароль на 27 символов чтобы два слоя но это, ну, это как сейчас только я понял я понял да, в принципе, это делается по-другому вы же знаете, что можно поставить пароль на выход, например, из экранной заставки даже так? да, конечно в Windows и пароль к вам не сложный символ на 6.7 если компьютер вводит там спящий режим экранную заставку при выходе надо обращивать пароль ну да а дойдет такой вариант? наверное идем вполне верно ну а в Windows, наверное, легче снимать или как? нет? у Windows есть, на самом деле, достаточно капостная штука при длиннее пароля до 14 символов работает один вариант защиты если пароль длиннее 14 включается совершенно головоломный алгоритм шифрования который практически не ломается то есть нужно длиннее 11 символов больше 14 то есть символов 15 тогда вообще это шанс практически не ломается а почему он раньше не включается? ну, я могу только переатрисовать биогейтс видимо считается, что если человек пользуется относительно короткими паролями значит ему не очень важны тоже да, и нечего напрягать процессор а если человек вводит длиннющие пароли значит у него есть к тому основания а если человек просто просто любит цифры? ну, это опять же по ведомству Минздрава если человек просто так из чистой любви к искусству использует 15 и больше символные пароли ну, пускай напрягает свой процессор это его право так, а завышники думают, что важна информация потратил кучу а откуда же они знают происходную длину пароля? им придется путем последовательного перебора начинать с единички сначала с пустого они проведут предварительно-психологический тест со своими и узнают, какие обычно просто если вы уходите за какую-то длину в Windows становится очень защищенной системой больше того, можно пользоваться встроенным шифрованием Windows но его серьезнейший недостаток включается в непереносимости еще там, если система слетает, то все теряется да если у вас что-то произошло у вас используется Windows-овское шифрование вернуться на родину практически нереально если у вас остался непогрежденный криптоконтейнер TrueCrypt вы можете поднять TrueCrypt на совершенно любом компьютере принести его на флешке и получить доступ к своим данным именно поэтому я шифрование Windows как практически применимое не рассматриваю это годится только в больших корпорациях где системные администраторы производят автоматическое резервное копирование на сервере, а еще слишком велик шанс остаться без штанов есть у нас там работа, которую вам задавать за которую вам должны заплатить и за просрочку, которую вы должны заплатить дедлайн завтра у вас начинает глючить Windows и тут все слетает, а у вас запаролили и метеорит падает нет, ну просто вы программисты вы что-то пробовали, ну и допробовали доэкспериментировались Windows накрылся запросто запустили программу и все синий экран больше ничего не оживает если у вас Windows шифрование ну я знаю, после синего экрана не всегда ничего не оживает ну берем худший случай, что не оживает берем худший случай, что у вас система Windows умирает и умирает у меня и добывался экран, и после этого с ним было все в порядке просто надо было его выключить и включить ну вам повезло в этом случае у нас же тоже сейчас синий экран как бы был но у нас там не было ничего зашифрованного если у нас есть контейнер в трубе, то мы перетекаем в другой компьютер и идем дальше 2 2 2 3 4 5 Продолжение следует...